Ну вот, я решил записать четвёртый туториал по эндорфин. Здесь мы наконец-то будем изучать анимацию и загрузку анимации из файла. Многие спрашивали, как это делать на форуме, в комментариях и просили сделать видео-туториал. Вот я решил этим заняться сейчас. Значит, чтобы импортировать анимацию в человечка, на человечка, надо его выделить, это обязательно, нажать кнопочку Import. Значит, приведите обозреватель в папочку Animation и выберите какую-нибудь анимацию из одной из этих папочек. Допустим, Run. Здесь надо сделать такие хитрые преобразования. Поставить галочку напротив Source Reference Character или, если у вас версия 2.7.1, тут будет строчечка сейчас, наверное, даже вспомню Transfer from Reference Check В принципе, она находится точно там же. Здесь выберите вот человечка и выберите также вкладочку Hips, чтобы можно было видеть передвижение человечка во время анимации нажмите кнопочку OK. Вот у нас тут появилась анимация просимулирует ресценку, мы видим, что человечек бежит стреляет за собой вот такой вот след. Теперь значит, что мы видим на таймлайне в первую очередь. Мы видим, собственно, событие анимации, но оно окружено двумя какими-то маркерами. эти маркеры это новый тип событий, который мы с вами до этого не рассматривали, тип событий Simulation.1. В чем ее заключается его суть? Дело в том, что естественно, во время проигрывания анимации, то есть когда человечек действует согласно анимации, физика на него действовать не может. Поэтому для анимации существует специальный тип симуляции без симуляции, то есть физика на него не действует, он спокойно проходит сквозь объекты и так далее. Тем не менее абсолютно действует анимация. Для ну насчет режима симуляции, в котором мы работали до этого, это режим симуляции Full Simulation, когда и человечек действует на окружающие предметы, и они действуют на него, и в общем все физически корректные. Есть также два промежуточных значения для режима симуляции, это Collisions Only и Collisions Minus Momentum. В чем их разница? Значит, они очевидно отвечают за то, что человечек будет во время анимации как-то влиять на окружающий предмет, и, по словам, будет регистрировать столкновение. Однако режим симуляции Collisions лично мне не нравится в Collisions Only. Лично мне не нравится. Дело в том, что столкновения получаются неестественные. Частенько человечки проскальзывают друг сквозь друга, и проще неприятные вещи происходят. Поэтому, если мне надо, чтобы человечек влиял на остальные физические объекты на сцене, я использую тип симуляции Collisions в связи с моментом. Однако, если у вас на сцене один человечек, или, например, несколько человечков, но они не контактируют друг с другом, то лучше, конечно, использовать режим симуляции No Simulation, ибо будет меньше багов, и будет лучший результат, быстрее будет работать, ну и так далее. На счет, собственно говоря, как мы можем с этими симуляциями развлекаться. Дело в том, что мы можем их свободно двигать. Передвинем их на какой-нибудь кадр, у меня 70-ый. Пересимулируем анимацию. Как видим, что на 70-ом кадре человечек ну, человечек переходит в режим симуляции Full Simulation, соответственно, анимация на него перестает действовать, и он просто падает. Значит, тут же можно на том же кадре применить к человечеку какую-нибудь злобную силу, чтобы она его куда-нибудь отбрасывала, как я описал в текстовых туториалах. Вложил сделать он силу, которая куда-нибудь отбрасывала человечка с его траектории. Вот. Вполне спокойно. Значит, еще важная идея, которую надо бы рассказать, это как изменять анимацию. Дело в том, что анимация, вот эта вот монетирная линия и скелетик, это такой же объект, как и все остальные. Поэтому, если вам надо, чтобы человечек, например, бежал по диагонали, и из левого угла вправо, мы просто выделяем эту анимацию, поворачиваем ее, перемещаем. Ну вот, теперь у нас человечек бежит именно так, как нам надо. правда, внутри. О, ну, ничего страшного. Ну, вот как бы, собственно, и все. Просто создали анимацию, мы учились не работать. Дальше будет рассмотрен, как использовать несколько персонажей, и как плавно пересходить из симуляции в анимацию. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...